Добрый день и добро пожаловать в нашу студию Дукас КПТВ. Сегодня мы поговорим об администрационных перспективах на рынке. Сегодня у нас в гостях Йон Марк Валаю, он является сооснователем Клэр Инвест. На сегодняшний день в центре внимания рынка переговоры между Грецией и ЕС. Ситуация не совсем понятно, смогут ли они прийти к единому решению или же нет. Шансы равны 50 на 50. Насколько вы уверены в том, что им всё-таки удастся достигнуть политического соглашения и греческий кризис закончится? Для того, чтобы прийти к политическому соглашению, нужно время. Мы в этом сами уже убедились. Переговоры продолжаются на протяжении последних трёх-четырёх недель. Я надеюсь на то, что переговоры всё-таки придут к положительному итогу, и обе стороны смогут найти выход из данной ситуации. Я думаю, они смогут найти общее решение. Но переговоры будут продолжаться какое-то время. Мы уже приближаемся к тому моменту, когда необходимо принимать окончательное решение. В противном случае ситуация может полностью выйти из-под контроля. В первом квартале ВВП еврозоны вырос на 1%. В основном такой слабый рост был вызван нестабильной ситуацией, связанной с Грецией. В первых числах июля, возможно, ситуация больше прояснится. По вашему мнению, готовы ли еврозоны к структурным изменениям? Что необходимо сделать для того, чтобы улучшить ситуацию? Я думаю, что изначально структура еврозоны не была должным образом сформирована. Именно по этой причине больше всего страдают развивающиеся страны, не крупные страны еврозоны. Зачастую ситуация в странах периферии является причиной высокого роста волатильности на рынке. Этим странам необходимо федеральное устройство. Таким образом, эти страны смогут почувствовать, что они являются частью единого целого, и совместная ответственность распределяется между всеми странами. На сегодняшний день мы видим, как возникают противоречия между странами еврозоны. В этом и заключается проблема. Если мы позволим Греции спокойно покинуть состав ЕС, другие страны могут также начать возмущаться. Они могут сказать, что их экономические условия также не соответствуют необходимым требованиям. Но они вынуждены прибегать к мерам жесткой экономии. Почему же так легко они могут отпустить Грецию? Вдобавок ко всему, есть еще МВФ – страны со всего мира за пределами Европы, которые также имеют отношение к программе МВФ, могут обратиться к ним с требованиями пересмотреть условия по договоренности. Ситуация довольно критична. Им важно найти решение данной проблемы. Волатильность на рынке будет присутствовать до тех пор, пока ситуация не разрешится. Неизвестность – это одна из основных проблем для рынка. На рынке присутствует неуверенность, неизвестность. Что вы можете посоветовать инвесторам? Как им себя вести в таких условиях? Наша стратегия довольно консервативна. Нам удалось обезопасить наш инвестиционный портфель от возможных рисков. На данный момент мы предпочитаем вкладывать в валютный рынок. Мы ушли в сторону от рынка облигаций. Это касается, в частности, рынка облигаций Европы. Это одна из возможностей получить прибыль на рынке в нынешних условиях. На сегодняшний день волатильность рынка довольно высокая. Если ваш инвестиционный портфель состоит на 100% из наличных средств, вы, безусловно, не сможете себя полностью изолировать от всех движений рынка. Но у вас будет больше возможностей. Как вы знаете, на протяжении последних трех месяцев ЕЦБ проводит программу количественного смещения. Если условия на рынке начнут ухудшаться, они смогут прибегнуть к дополнительным мерам, которые смогут стабилизировать ситуацию. Если выход Греции не будет иметь такой хаотичный характер, и, возможно, к примеру, они покинут еврозон в следующем году, то в дальнейшем это немного ослабит неуверенность на рынке, и ситуация улучшится. Давайте поговорим теперь о США, о предстоящем повышении процентной ставки. Что вы думаете по этому поводу? Когда же мы увидим первое повышение? Повышение процентной ставки со стороны ФРС США – это еще одна из причин неуверенности рынка. ФРС США собираются повысить ставку процента, но инвесторы пока что не знают, когда именно это произойдет. Экономические данные США довольно противоречивы. Данные за первый квартал были разочаровывающими. Рост экономики замедлился. Второй квартал должен быть более успешным. Сильный валютный курс доллара США оказывает небольшое давление на рост экономики. Как по мне, то такие данные могут позволить ФРС США повысить размер ставки процента на 25 базисных пунктов. На прошлой неделе Джанет Йеллен заявила о том, что повышение процентной ставки будет постепенным, и оно будет основано на экономических данных. Такое заявление главы ФРС США вселяет некоторую уверенность в рынок. Они не переживают в отношении того, что повышение ставки может быть агрессивным. Оно будет постепенным и медленным. Ситуация в США стабилизируется, поэтому я не думаю, что повышение ставки на 25 базисных пунктов может стать причиной резкого спада на рынке или же замедлить экономический рост. Поговорим напоследок теперь о развивающихся рынках. Смогут ли они удерживать баланс в условиях глобальной неуверенности? Какими будут ваши прогнозы непосредственно для Китая? Я бы сказал так, в последнее время развивающимся рынкам был нанесен двойной удар. Первый – это нестабильная ситуация, связанная с еврозоной. Мы наблюдали отток капитала в Европу. Некоторые инвесторы стали покидать развивающиеся рынки. При всём при этом курс доллара США постепенно идёт на повышение. Напомню этого, мы отметили приток капитала обратно. Большинство кредитов динаминированы в долларах, а это означает, что финансирование и рефинансирование будет дорого стоить инвесторам. Что касается непосредственно Китая, ситуация в этой стране не совсем однозначна. Мы наблюдаем замедление экономического роста. Были переставлены слабые данные по индексу PMI. Был отмечен спад в потребительском секторе. Но с другой стороны – рынок акций Китая, где годовой уровень продуктивности превысил отметку в 100%. Ситуация совершенно неоднозначна. С одной стороны – слабый рост экономики, с другой стороны – сильный подъём рынка акций. Пока что мы решили уйти в сторону от рынка Китая и занять выжидающую позицию. Мы не прогнозируем краха для рынка Китая, но мы предпочитаем пока что не инвестировать в данный рынок, по крайней мере до тех пор, пока мы не увидим восстановление экономики. Оставайтесь с другом с КПТВ. У нас много других интересных интервью. На сегодня всё. До свидания.